Саленька, ты знаешь, какое сейчас самое главное мероприятие проходит, наверное, в Европе? Я знаю и поспешу огласить, это, конечно же, совещание Организации по безопасности и сотрудничеству, посвященное выражению мнений, а также свободе СМИ и информации, где и сейчас находятся, кстати, наши крымские журналисты, в том числе корреспондент телеканала Крым24 Александр Макарик. Мы всячески следим за его там нахождением, пребыванием и, конечно же, за выступлением наших коллег, но хотелось бы сегодня на эту тему более подробно поговорить, тем более у нас в гостях Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук, доцент и член общественной палаты, которая лично тоже была на месте наших корреспондентов, наших коллег и знает, как обычно это там происходит. Доброе утро. Доброе утро. Насколько мы знаем, вы были на этой ассамблее в прошлом году. Так. Расскажите, пожалуйста, как это проходит, что там интересного было? Дает ли там нашим корреспондентам выступить? Вы понимаете, вот что происходит? Ну, происходит на самом деле обычная конференция, совещание, когда большое количество представителей разных стран, вот в прошлом году было 145 представителей различных стран мира присутствовали на этой конференции, хотят донести в разные дни конференции, согласно тематическим этим дням, хотят донести какую-то информацию мировому сообществу. В отношении крымских выступающих, вот я лично тот выступающий, когда слова не давали и старались всеми силами блокировать мое выступление. Ну, да, почему-то Крым не хотят слышать, и если хотят слышать, то только вот вопрос, что в Крыму плохо, и как не нас, а другую сторону. Вот это действительно вызывает вопрос, почему? Почему у мирового сообщества, у ЕС такое туннельное восприятие тех событий, которые происходят в Крыму? То есть мы будем слушать украинскую сторону, ни в коем случае не будем слушать народных дипломатов, которые приезжают в Крым, которые, простите, на сегодняшний день уже пишут книги о событиях в Крыму. Мы не будем слушать крымчан, мы не будем смотреть за тем, какие изменения позитивные в Крыму идут. И упаси, Господи, чтобы мы сравнивали, что было до 2014 года в Крыму, с тем, что стало после 2014 года в Крыму. Потому что это невыгодно. Вот, в принципе, для меня это была площадка, где можно было попробовать донести свою точку зрения. Но мне это удалось в результате. Каким образом? Потому что вчера ситуация повторилась. Нашим корреспондентам тоже не давали, тоже мешали им. В частности, украинская делегация. В основном украинская делегация. Вот прошлый год, из моего опыта, в основном были против украинской и канадской делегации. Все остальные к этому отнеслись. Ну да, ну есть, ну пусть говорит. В общем-то, большого сопротивления не было. МИД Украины выступил категорически против. Мы особенно когда услышали, что это общественная палата Республики Крым. Потому что для них это вообще непонятно. Какая общественная палата, какой это может быть орган. И это подконтрольная Кремлю общественная палата. То есть вот такие вот моменты, когда действительно нас слышать боятся. А как вам удалось все-таки выступить? И услышали ли вас? С боем прорвались к трибуне? Да, да. Причем дважды получается, да? Даже трижды. Потому что первое утром, когда мы записались на выступление, все было нормально. Но когда я подошла к микрофону, сразу протест заявила украинская делегация. И на этом мое выступление практически завершилось. А потом была сессия, которую проводил МИД Российской Федерации. Мы участвовали в этой сессии. Туда пришли наши украинские коллеги. И я выступала. Они задавали вопросы. В принципе, достаточно жаркая была сессия. Но где-то они скептически отнеслись к тому, что мы говорим. Где-то... Я же не одна была в составе крымской делегации. Где-то они позадавали вопросы и пытались чем-то уличить. Но когда не получилось, встали и ушли. То есть вопросы были изначально каверзные? Да. А вопросы были... Ну, мы же все понимаем, что ребята работают на прессу. Ребята работали на то, чтобы показать, или анти в Крыму, вот оно не так. И вдруг... Вот... Вдруг получится. Не получилось. Следующий этап, когда МИД Российской Федерации отправил протест по поводу того, что делегатам не дают выступить. И я должна сказать, разумное решение принимает председательствующий. Мне дают слово. И я, в общем-то, выступила перед гостями и участниками конференции. И говорила о тех событиях, которые происходят в Крыму. Не могу сказать, что и в этот момент не было протеста украинской делегации. Был протест, и они начали протестовать. И опять при поддержке Канады. Но председательствующий их остановил. Слово мне дали. Я выступила. В момент моего выступления украинская делегация дружно снялась с места и ушла. Ну, мне кажется, это их проблема. Безусловно. Но здесь ситуация же другая. То есть, над уход украинской делегации, я ведь тоже смотрела, как реагируют участники. В общем-то, большого внимания никто не обратил. То есть, кроме как в украинской прессе, в других СМИ не появилось описание того, как они встали и дружно протестовали и ушли все вместе, потому что выступают крымчане. Исключительно потому, что, в общем-то, и миру пора давно слышать крымчан о том, что происходит в самом Крыму. Это же неправильно, когда о нас рассказывает кто-то, а крымчан не допускают на такие площадки. Джека Леонидович, а скажите, пожалуйста, вот там активно обсуждается тема свободы слова и тема прав человека. Не является ли вот такое поведение прямым нарушением, собственно говоря, этих прав человека и свободы пресса? Вы знаете, я даже в прошлом году об этом говорила. Я думаю, наши делегаты тоже будут в этом году об этом говорить. И прорвутся, и будут говорить, и будут выступать. Потому что права человека, безусловно, нарушаются. Мы говорим о свободе слова. Но вот обратите внимание, то есть свобода слова, я уже до этого сказала, есть такое туннельное восприятие. Ну, можно говорить, допустим, на европейские СМИ, что в Крыму все плохо. И упаси, Господи, сказать, что в Крыму есть позитивные изменения. Кто же будет говорить о том, что, ну, хотя европейские СМИ об этом пишут, украинская сторона, вы же помните вот ситуацию с Крымским мостом, это был фейк, он сейчас развалится, или завтра развалится, или послезавтра, а его все построят, будет вообще все плохо. То есть, при этом процессы, которые идут в Украине, Крым на самом деле волнует гораздо меньше. Потому что, ну, идут и идут, ну, рядом соседствующая сторона, ну, какая нам разница, что там идет в Украине? Ну, вот здесь очень, я думаю, что вот здесь уже нарушается свобода слова, нам не дают выступить на других площадках. И второе, вот о чем мы говорим, я думаю, что будем тоже говорить. Комимо свободы слова, здесь же у нас и ограничение свободы передвижения. Мы же не говорим о том, что есть еще проблемы с визами. В прошлом году, так как мы добирались с делегацией в Варшаву, это просто анекдотическая ситуация. Прибалтийский борт нас не взял. И мы, ну, провели приличное время в аэропорту Шереметьево, пока решился этот вопрос, и мы улетели другим самолетом. А вот билет у нас был на Рижский борт, Рижский борт нас не взял. То есть им наша виза не подошла, им наш Крым не подошел, но вот такая ситуация была. То есть опять, почему? Почему это происходит? С чем это связано? Мне кажется, это связано с тем, что мы по-разному понимаем, что такое свобода слова. Если мы понимаем это, что мы можем говорить, там понимают совершенно по-другому, что говорить не могут. Могут только слышать их. Вот я думаю, что в этом и есть отличие. Вы знаете, поднимают вопросы по свободе слова и другие страны. Но вот Крым слышать действительно боятся. Дорогая Ельинична, прошу прощения, время, к сожалению, закончилось. Буквально 10 секунд прошу вас обратиться к нашим делегатам с какими-то напутственными словами, пожелать им что-нибудь. Во-первых, удачи, успеха. За вами Крым, за вами Россия. Отлично. Спасибо большое. Очень хорошие слова. Спасибо. Я напомню, у нас сегодня в гостях Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук, доцент и член общественной палаты. Мы вас благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо. Мы двигаемся далее. Надо сказать, что крымчанам не впервые покорять сердца европейцев своим искусством. И следующий сюжет о той девочке, которая своим пением покорила страны Европы.